Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Уллправду.ру! Это проект Кухня и с вами я, его ведущая Наталья Медончева. Вашему вниманию представлен мастер-класс по приготовлению фермерского кролика с томленой полбой. Будет проводить мастер-класс шеф-повар ресторана Гонзо Дмитрий Каталымов. Давайте посмотрим и обязательно возьмем себе на вооружение. Я заранее отварился сразу сегодня полбу, варится она один к двум, при медленном огне и завакуумировал ее, чтобы хорошо себя заставить. Пока я ее отложу в сторонку, разогрею воду и кинул подогревать эти части. Как я их готовил, давайте я расскажу. Я разделал кролика, посолил его, поперчил, добавил немножко лаврушки, специи, 5 перцев. Все это завакуумировал и опять же готовил способом всю виду при 64 градусах в 10 часов. То есть мясо кролика стало очень нежным, но полностью приготовилось. Сейчас я его буду подогревать. Сейчас подогрею воду и все это мы опустим сюда. Сейчас у нас кролик подогреется в воде и я его буду обжаривать на сливочном масле с чесноком и тимьяном. Так как у меня полуба уже готова, я ее в этом сотейничке затяну сливками и все, полуба будет готова. Сливки. Сливки сегодня у нас 20%, но в идеале, конечно, используем 33%. Чеснок нам в блюде не понадобится, нам нужен будет только аромат от него. Поэтому я его сильно чистить не буду. Я его прямо с кожурой раздавлю ножом и при жарке буду добавлять чеснок просто раздавим. Чеснок подготовили. Вода закипела. Так, займемся полубой. Сотейник мы освободили. Полуба. Есть полуба целая. Что такое полуба, да? Полуба это дикая пшеница. То есть в диких условиях выращенная пшеница, не культивированная, ничего. Ее собрали, почистили и подали нам. Есть уже полуба вот такая. То есть продается в магазинах для более простого, быстрого, более заваривания. Сейчас я вам покажу. Она распасована по пакетикам. Вот на этой упаковке написано, как ее готовить. То есть если мы будем следовать указаниям, у нас все получится. Я надеюсь. И вот такая. Она дробленая. То есть ее можно с утра заварить. И с ягодами, с йогуртом очень будет вкусно. Но я предпочитаю цельную полубу. Полубу я варил один к двум. Она у меня закипела. И я ее накрыл крышкой и убавил на маленький огонь. И подходил, посмотрел, что с ним. Как полностью вода испарилась, она уже получила готовая. Закинули полубу, заливаем сливками. Как я уже говорил, в идеале это 33, потому что они быстрее сворачиваются. У них вкус ярче. Все, ладно, оставим полубу на медленном тогда огне. И ее вот так накроем. А давайте на тарелку для фото я сделаю бедрышко из кролика. А на дегустацию отдам все остальные части. Смотрите, она прям распадается на лавоку. Но она осталась сочной. Все соки остались внутри. А я сейчас закончу убирать все лишнее. И начну его жарить на сливочном масле. Придав ему красивый коллер. Сейчас растопим масло и начнем жарить. Напоминаю, это фермерский кролик, который готовили 10 часов при температуре 64 градуса. По технологии все видите. Еще немножко добавлю. Сливок, потому что пол бы вся хватало. Так, сковородка почти нагрелась. Сейчас мы добавим сюда сливочное масло и начнем жарить. Сейчас мы положим нашу чесночок. Чеснок и тимьян мы использовать не будем, когда он у нас пригорит. Мы его уберем, выкинем в короночку. Слабовато. Огонь должен быть очень сильный. Наша цель просто закарамелизировать кролика, а не продолжать его готовить, потому что он у нас и так полностью готов. А как я уже говорил, большую температуру кролик не любит. Его мясо наоборот становится жестким, а мы добиваемся обратно. Вот мы такого цвета и добивались. Так как она у нас уже полностью приготовлена, нам не надо ее жарить, держать здесь долго. Нам просто нужен цвет. Как только мы ее добьемся, мы можем ее снимать. Подогреем полбу и будем сервировать тарелочку. Добавляем листики кинзы. Добавляем листики кинзы. И смешаем с наградой. Фермерский кролик. Это по определению вкусно. И главное, не забывайте, что это диетическое блюдо, которое вы можете всегда есть, не боясь поправиться. С вами была Наталья Медончева и проект Кухня. До новых встреч. Пока-пока.